Добрый вечер, Олег Николаевич. Добрый вечер. Совсем недавно состоялось отчетное заседание Общественного Совета города Симферополя. Вы много там говорили. Расскажите о том, что было сделано за уходящий год. Конечно же, в 2019 году, когда мы планировали план на 2020 год, у нас было запланировано большое количество различного рода мониторинговых мероприятий, большое количество встреч с некоммерческими общественными организациями, также большое количество встреч с национально-культурными общинами. Но все мы столкнулись с большой проблемой, когда не было возможности встречаться с большим количеством людей и организовывать данные встречи. Естественно, коронавирус внес свои коррективы. Но Общественный Совет Муниципального Образования городского округа Симферополя Республики Крым выполнил план на 80%. Естественно, мы научились уже работать онлайн. В принципе, это не живое общение, но есть и свои плюсы, так как мы экономим свое время. Но, естественно, важно для общественности, важно для некоммерческих общественных организаций встречаться вот так вот, глаза в глаза, высказать свои предложения по городу, высказать свои проблемы. И, естественно, важно смотреть глаза в глаза, и тогда будет определенный результат. Хотелось обратиться еще раз ко всем жителям столицы и сказать о том, что Общественный Совет — это самый важный институт гражданского общества. И субъектом общественного контроля в Российской Федерации является Общественная Палата Российской Федерации, Общественная Палата непосредственно в Республике и Общественные Советы при муниципальных органах власти и при государственных. Соответственно, это субъект общественного контроля, куда могут обращаться все крымчане, гости по каким-то предложениям, с какой-то инициативой и с какой-то проблематикой. И, естественно, в конструктивном диалоге будем предлагать непосредственно решение. Что мы сделали? В 2020 году мы провели более 19 мониторинговых мероприятий. Соответствующие действующим законодательством в Общественном Совете мы создали рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов и членов Общественного Совета, согласно нашего регламента. Какие были мониторинги? Мониторинг работы непосредственно в муниципальных библиотеках. Мониторинг благоустроиться колец. Мы видим в Симферополе, как благоустроены наши кольца. Мониторинг размещения нестационарных торговых объектов, так как беспокоят нестационарные торговые объекты как и представители бизнеса, так и жители города. Некоторых что-то не устраивает. А некоторые, наоборот, хотят, чтобы в своем микрорайоне был обустроен какой-то сельхозтоваропроизведитель с низкими ценами. Общественному совету необходимо было промониторить и предложить какие-то решения. Мониторинг строительства спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями. Что это было? В муниципальном образовании городского Симферополя была установлена площадка и не совсем качественные были установлены элементы и не посоветовались с некоммерческими общественными организациями, которые представляют этих людей. Мы собрали всех в администрации представителей и для того, чтобы в 2021 году, когда будет формироваться техническое задание, на строительство таких вот площадок для людей с ограниченными возможностями, чтобы они участвовали. Они говорят, что нам необходимы вот такие элементы, так как сотрудники администрации, специалисты хорошие, но все же нужно понимать ту категорию людей, которая непосредственно будет пользоваться этими площадками. Мы пришли к пониманию совместно с администрацией. Мониторинг – это проверки? Вот как это вы мониторите? Я понимаю, можно мониторить транспорт в вечернее время, ходит он или не ходит, а мониторить площадку, как и у них. Совместно в законодательстве сказано, что субъектом общественного контроля и то, что мы имеем право проводить, это мониторинг. В простонародье говорим проверка, контроль, в результате чего рождается какое-то решение, которое должно рекомендовать нашей администрации муниципального образования Городского Симферополя какие-то предложения. Почему? Потому что рассуждать, говорить, высказывать в социальных сетях могут многие. Но я всегда говорю, и наши члены общественного совета это прекрасно понимают, наши активы общественного совета, что необходимо не только говорить в социальных сетях, а нужно приходить и предлагать реальные решения. Тогда будет конструктивный диалог с администрацией и будут конкретные позитивные решения. Вот коронавирус, да, у нас пандемия продолжается, много говорится о волонтерской работе, в том числе и ваши члены общественного совета города Симферополя принимают, по-моему, наверное, в этом какое-то участие. Что они делают? Естественно, буквально с самого начала, когда возникла ситуация с коронавирусом. Люди 65+, мы все прекрасно знаем первую волну, отсутствовала возможность выхода на улицы. Организация, общественный совет совместно с организацией, мы вместе организовали и с депутатским корпусом городского совета города Симферополя, включились в эту работу. Общественный совет организовал, штаб у нас работает и работало более 75 волонтеров. Какие направления у нас были? Это доставка непосредственно продуктов людям, которые оказались в трудножизненной ситуации. Второе направление – это приобретение продуктов непосредственно людям, которые не имели возможности 65 плюс выхода. Третья проблема, с которой столкнулась вся страна, в принципе, и Симферополь – доставка врачей. Мы переговорили с главврачами города Симферополя и наши волонтеры непосредственно доставляли врачей. То есть на работу в больнице и из больницы? Естественно. Была сформирована специальная группа, которая не контактировала в нашем штабе с другими людьми, и они доставляли врачей. Важно, чтобы общественный совет, депутаты городского совета, важно, чтобы каждый участвовал. И мне очень приятно, что большинство людей откликнулись просто быть волонтерами, которые откликнулись и пришли новые люди непосредственно к нам в штаб, чтобы быть полезными городу. В принципе, я могу сравнить эту ситуацию как с 2014 годом, когда непосредственно Крым вошел в состав Российской Федерации, и мы вернулись домой. Вот такой же, в принципе, был настрой у людей быть полезными, быть готовыми. И это говорит о зрелости гражданского общества непосредственно в городе Симферополь. Я знаю, что у вас достаточно много членов, это более 300 общественных организаций или людей, членов вашего совета. Расскажу. Согласно указу главы 442 У главы Республики Крым, состав общественного совета в муниципальных образованиях состоит из 9 человек. После того, как мы сформировали наш состав общественного совета из 9 человек, мы понимаем, что в городе Симферополе это очень мало. И согласно нашего регламента, мы имеем право и возможность создавать рабочие группы. Мы создали 15 рабочих групп по различным направлениям, которые беспокоят наших жителей. Это спорт, это образование, это медицина, это все вопросы, которые связаны с транспортом. То есть ряд рабочих групп, которые были созданы, в них входит от 10 до 15 человек. И на сегодняшний день удалось за 3 года нам собрать около 300 активов. Это и некоммерческие общественные организации, это и люди с активной гражданской позицией. То есть мы говорим и в социальных сетях, и на встречах. Ребят, если хотите что-то изменить, приходите в общественный совет, но не поговорить, а предлагать конкретное решение. Естественно, только вместе с общественностью, с некоммерческими общественными организациями, которые у нас зарегистрированы в республике Крым, с активом, которые хотят изменить не только ситуацию в городе, а может быть в своем микрорайоне, на какой-то улице, где они проживают, где непосредственно они представляют интересы того общества, которое и Крым. Вот не могу не спросить вопрос одного из ваших волонтеров. Сегодня об этом кругом пишут, прежде всего в соцсетях, на эфирах говорят. Расскажите, у вас действительно член общественного совета, вот участник Дома-2? Вот хотелось еще раз поправить и рассказать немножечко. Не член общественного совета, так как член общественного совета сформировали еще два года назад, не руководитель рабочей группы, а волонтер, который пришел на бесплатной основе, напомним всем жителям города Симферополя, то, что наш актив работает по зову души и не получают за это заработной платы. Свободно от работы время, от основной работы время, они готовы уделять и работать. Вот к нам написал заявление месяц назад Глеб Жемчуков. В принципе, как выяснилась вот такая ситуация, что пять или шесть лет назад у него были плохие, отрицательные привычки, но сегодня он готов, пришел в общественный совет и готов нести пользу жителям города, общественности. И он будет выполнять обыкновенную работу волонтера, доставлять продукты. На какой фронт работы он направит свои усилия? Он до этого уже в городе Симферополе занимался волонтерской работой и присоединился, в принципе, и к общественному совету будет заниматься волонтерской работой. Также у него есть опыт работы средствами массовой информации. Если будет полезен, я думаю, что будем тоже прорабатывать какие-то его идеи по работе средствами массовой информации. Но сегодня столько много уделили этому внимания, что я бы хотел еще раз обратиться к нашим жителям. Приходите работать в общественный совет. Это бесплатная работа. Если каждый может быть полезен обществу, как, например, этот человек или другой, приходите, мы рады всем. Но самое главное, пользуемся мы всегда выражением, если ты критикуешь, тогда предлагай. Критикуй, но предлагай. Новый член общества, этот человек что-то предлагает? Он активный человек? Ну вот чем он на сегодняшний день занимается? Это волонтерской работой, которая приносит пользу нашим людям. Это доставка продуктов, это доставка лекарств. В принципе, у нас команда большая, более 75 человек. Вот он вошел в состав данного штаба по помощи волонтеров. Я думаю, что на сегодняшний день, и вот сколько мы общаемся уже месяц-полтора, он зарекомендовал себя положительно. Естественно, как люди высказывают, что там были у него вредные привычки, углубляться не будем. Человек якобы исправился и на сегодняшний день несет пользу. Также задавали вопросы, зарегистрирован в городе Симферополе. Да, человек зарегистрирован в городе Симферополе официально уже более года. Ну, дай бог, как говорится. Я так понимаю, что решать проблемы, которые сегодня стоят перед городом, перед общественным советом, наверное, удобнее и более, скажем так, качественнее это можно делать во взаимодействии с городскими властями. Это и с администрацией Симферополя, и с городским советом, с депутатским корпусом. Расскажите, на сегодняшний день это взаимодействие есть? Хотелось еще раз повторить. Субъект общественного контроля это общественный совет, который формировался по предложению и председателя городского совета, и по предложению по предложению главы администрации, и с консультацией общественной палаты Республики Крым. Большое количество было подано заявлений, и сегодня важно понять, как вы говорите о взаимодействии. Наш член общественного совета, руководители рабочих групп всегда присутствуют на комитетах, и мы всегда вносим конкретные предложения. Если нас что-то не устраивает общественность, мы говорим на комитетах те вопросы, которые будут рассматривать. Комитеты сбора совета, да? Комитеты депутатов городского совета. Там рассматриваются вопросы, которые выносятся на сессию. И, естественно, администрация. Еженедельно мы встречаемся с главой администрации, мы присутствуем на всех комиссиях, которые необходимы знать общественности. И без взаимодействия, естественно, не будет результата. Мы также, администрация, реагирует на наши письма. Но самое главное, что каждую неделю мы встречаемся с заместителями, с главой администрации. Те острые вопросы, которые беспокоят жителей, мы напрямую доносим. Важно, чтобы жители города Симферополя понимали, что есть администрация, городской совет и общественный совет. Мы мостик, который должен служить помощью нашим горожанам, нашим жителям столицы. Ну вот персонально вы три года возглавляете общественный совет. Да, общественный совет... Он менялся за это время состав, да, если я не ошибаюсь? Согласно указу главы, общественный совет избирается сроком на два года. Был один общественный совет избран на два года. Снова мы переизбрались на второй, как говорится, срок службы для наших жителей, для нашей столицы. И вот продолжаем работать. Уже более трех лет мы сформировали... Вот важно, когда мы сформировались, мы привлекали у нас 1300 некоммерческих общественных организаций. С каждым необходимо было пробеседовать, с каждым нужно было понять, готовы ли они работать на благо нашего города. И мы заключили соглашение, подписали более 120 соглашений и пригласили большое количество некоммерческих общественных организаций для нашей плодотворной работы. Естественно, можно сказать, что в 2020 году что-то и не успели, и не доделали. То есть, но работы в столице очень много и проблем очень много. В этой связи мы приглашаем к сотрудничеству актив города, специалистов, экспертов, которые готовы участвовать в жизни города и, естественно, быть полезным столицам. Те три года, которые вы возглавляете совет, что, на ваш взгляд, удалось сделать из того, что вы намечали, и что пока еще не получилось? Ну, хотелось сказать, что у нас направления различные. Мы и мониторим питание детей непосредственно в школах, чем кормят наших детей, очень беспокоит. Чаще всего задают вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также беспокоят вопросы с транспортом. И ряд вопросов, которых мы поднимали после проведенного мониторинга. Мы говорим, что необходимо исправить ситуацию так или иначе. И есть свои результаты. Естественно, в столице проблем много, проблем еще и будет больше, но быть полезным городу хотелось, чтобы каждый поучаствовал в этом, который не просто где-то на работе работает, который просто занимается какими-то своими делами. И он, это очень гражданская ответственность быть полезным городу. Если каждый чувствует в себе силы, уверенность, желание быть полезным, мы, естественно, приглашаем всех к сотрудничеству. Вот нас сейчас смотрят Симферопольцы, я думаю, куда обращаться? Где вы находитесь? Где ваш офис? Как встретиться, может, лично с вами? Мы находимся непосредственно на Толстого, 15. То есть, по администрации городского совета и администрации, да? Да, кабинет 501, ждем всех. Но в период коронавируса у нас усилилась работа онлайн. У нас есть социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, где нам каждый житель города Симферополя имеет возможность обратиться, поработать с нами онлайн. В принципе, всегда я даю свои контакты, члены совета также активно принимают участие в онлайн-конференциях и общениях. Поэтому ждем всех жителей. Не проблема выйти на вас в соцсетях, да? Естественно, пишут. Я всегда лично вечером отвечаю, когда есть возможность. Я пересматриваю после 19.00 и всем, кто обратился, в конце дня отвечаю. Посьба не обижаться, если в течение дня не отвечаю, но вот я захожу в социальные сети вечером. Но все равно в течение дня, вечером или на следующий день, то есть долго ждать не надо. Вечером ответ всегда поступает. Также в преддверии Нового года хотелось обратиться к жителям столицы, к жителям республики, к гостям. Год был очень непростой. Хотелось, чтобы те проблемы, которые захлестнули весь мир, ушли. Хотелось пожелать всем жителям столицы, гостям, чтобы в их семьях царило здоровье, покой и счастье. 2021 год, чтобы мы улыбались, радовались, и чтобы радовали ваши близкие. Я думаю, что мы вместе сможем преодолеть все трудности. Я думаю, на этой замечательной ноте, оптимистичной, новогодней, мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Олег Николаевич, спасибо, что нашли время и сегодня пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Олег Щербаков, председатель Общественного совета города Симферополя. А я в преддверии новогодних и рождественских праздников поздравляю вас добра, благополучия и всего самого светлого вам в новом году. Редактор субтитров А.Семкин